Юэндай! Ну, можно приложить перевод, конечно, ты и я, Тату на волнах Лаврадио. Вот, в принципе, неделимая целая эта группа в моём сознании, но московские пробки разделили даже их. Ну, пока ждём Лену Катину. Будем рады, что Юля Волкова без опозданий явилась прямо в Лаврадио эфир. Юля, здравствуй, дорогая. Привет. Как дела? Как настроение? Отлично, как обычно. Свеженькая, красивая, молодая, а говорила же, какие-то тётки. Я тут на фотографии. Столько, столько, столько слов вообще прямо с утра, это очень приятно. А у тебя утро только началось? Ну да. Скажи, пожалуйста, вот, конечно, про творчество мы поговорим, но давай, Лена, дождём. Сейчас вопросы личные к тебе. Мне уже можно петь про тебя телетелетеста, жених и невеста? Всё будет у вас? Сколько же, господи, всяких этих разговоров. Мы пока ничего не знаем, мы на самом деле ничего не планируем, мы живём. Ну, конечно, нас уже поженили все газеты и все журналы. Да, я уже мысленно побывал в архипелаг Фиджи. Ну, а как же? Ну, а как же по-другому? Пока у нас свадьбы никакой не было, я думаю, что всё это решит время, пока мы только живём вместе. У нас всё хорошо. Отлично. Давай ещё вот один неприятный вопрос. У тебя что, пчёлы покусали или это новые губы? Так, ну да. Скажи, что пчёлы. Была на пасеке? Нет, на самом деле, нет, я вообще на эту тему ничего не скрываю. И как бы есть в моей жизни эксперименты, и почему бы и нет? Почему всем можно, а мне нет? Как бы, да, и я это сделала, да, но это на какое-то время. Это никакой не силикон, не пугайтесь, ни в коем случае не думайте. Это такой небольшой эксперимент, поэтому привыкайте ко мне к такой теперь, к новой. Так что люди, которые спрашивают на нашем сайте, а губы силиконовые отдай поносить, обломитесь, друзья мои, свои. 3W и Лаф Радио Ро, это сайт в интернете, 956 и 6, телефон в Москве. Есть вопросы, непременно звоните. Кстати, не принесли с собой альбомчиков. Сейчас вот приедет как раз Лена, у неё всё с собой, альбомы, плакаты, всё есть. Можно будет дарить в эфире. Конечно. Есть какой-то замысел, как мы это будем делать, может? Пока нет, я думаю, что ты как раз придумаешь на эту тему. У меня очень гениальный, за лучший вопрос. Да, да. Ну, хорошо. Во-первых, поздравляю всем, что вышел, наконец-то, долгожданный третий студийный альбом. Спасибо, да. Улыбки, очень долго ждали. Сначала думали, что будем управлять отбросами. Ты знаешь, как мы его ждали. То есть это такой, на самом деле, эксперимент для нашей жизни, потому что мы первый раз работаем без рекорд-компании. И мы всё делали сами, начиная от рисунков, обложки, вот этих полностью, вот этих дисков, всего такого. В общем, конечно, это всё затянулось. Вот, но, наконец-то, мы дождались. Работы, конечно, было много. В чью светлую голову пришла идея отказаться от названия управления отбросами? Ты знаешь, на самом деле, очень много всяких журналистов и людей, которые говорят, девчонки, что за фигня, там, то люди инвалиды, то управление отбросами, типа, хватит этого депрессива. Хватит чернухи. Давайте что-нибудь... Это, на самом деле, это ирония. Ну, понятно. Но если вы откроете эту картоночку, то внутри всё равно есть ООО, то есть управление отбросами. А-а-а, хорошо. Такая иззиминка. Я думаю, что да, отбросы довольны очень. Вопросы про свадебное платье, которое ты сама ночами белошвиничаешь, тоже, я так понимаю, отпадает. Боже мой, откуда это? Да нет, конечно, я вообще не понимаю, откуда эти все разговоры. Был Слава Зайцев сказал, что вот подсиживает, сама шьёт себе. Да шучу, конечно. Нет, такого ничего нету, и, в конце концов, я вообще заранее никогда ни к чему не готовлюсь. Это всё так спонтанно. Ну вот, когда будет, я думаю, что в Львове очень все об этом узнают. Будут, в конце концов, фотки уже где-нибудь, чтобы сказали, наконец-то они поженились. Уличили их. Ну да. Огромнейшее количество поклонников, даже больше, чем российских, судя по иностранному языку, на нашем сайте, у группы Тату имеется. Все фанатеют от песни, которую мы с тобой уже обговорили за эфиром, как называется, Fly on the wall. Что в ней такое, что за изюм, почему вся Европа сошла с ума? На самом деле, мы в этом альбоме сделали очень много всяких экспериментов, и каждый трек, если ты заметил, если ты послушал, вообще не похожи друг на друга. Но эта песня, как бы, это было, в принципе, изначально понятно, что это будет хит. Почему? Потому что там есть немного такой попсы, немного всяких там е-е-е, вот этих вот вещей. Плюс это Билли Стайнберг, который писал песню Мадонни, и как бы всему. Я думаю, что народ учитывает это тоже. Но вообще фанатов нереально много, причем вот по этой песне. Практика, девчонки, это вообще хит, вообще просто молодцы. То есть, ну, не знаю, вот понравилось. Так, я тут, понимаешь ли, слежу за перемещением группы Тату, узнаю, что вы ездили в Польшу, вас там награждали. Да, да. Будут ли награждать вас в России впереди РМА? На самом деле, мы приглашены, мы идем. Что касается выступления, пока это все обговаривается, то, что мы будем присутствовать на церемонии, да, мы будем. Ну, и номинации пока ничего не известно. Ничего пока не знаю. Хотя было такое затишье, вы готовились к выпуску альбома, поэтому особо как бы не за что такого нового ничего не было. Ну, знаешь, я тебе скажу так, вообще, как бы, вот эти все вручения, на мой взгляд, сейчас не настолько, наверное, актуально, как это было раньше. Ну, вообще туфта, ну, что ты посещаешь на выражение? Не, не то, что туфта, как бы, да, я как бы не хочу этого говорить, но просто как-то, мне кажется, во-первых, мне не нравится порядок, насколько все это выстроено, там, лучше поп-дуэт, лучше, там, группа, лучше девица. То есть, сравнивают тех, которые, в принципе, несравнимые, да, то есть, как бы, такие вот, сопоставляют таких людей, которые, как бы, я этого не понимаю. Поэтому, участвовать каждый год, чтобы нам что-то вручали, вообще, по-моему, это неинтересно. Да, то есть, как бы, надо появляться с чем-то ярко, чтобы уж выручили, так вручили, не просто там, что лучший поп-проект. Зачем нам это надо? Если уж там вручают, то пусть уж там шарашат по полной программе. Олег, здравствуйте. Всем привет. Привет, Олег. Привет, Юля. Очень благодарить хотел за ваш альбом, за новый. Спасибо. Получил уже посылку статушопа, слушаю с удовольствием. Спасибо большое, мы старались. Спасибо, я чувствую, чувствую по всем песенам, что вы старались. Что там, пот, что ли? Это вены? Как они чувствую, что старались? Вот я бы хотел спросить, а намечается ли какой-нибудь концерт-презентация «Союз», если я не попал к вам? Ты знаешь, на самом деле, в этот раз мы не планировали никакую презентацию. У нас как раз-таки была фишка в том, что это такая фото-автограф-сессия была в магазине «Союз». Мы сделали такой специальный фон с обложки альбома, и специально, как бы, эксклюзивные такие фото были с фанатами. А еще вы ездили на фабрику, да, где печатались? Да, мы поехали прямо где-то находиться, не помню, где-то вот в Подмосковье. Ты не помнишь, я не знаю, честно. Ну, где-то, да, в Подмосковье. Вот, а, короче, смотри, как вообще все издается, все это печатается. В самом деле, очень интересно, вот, поэтому пока вот такой прям вау-презентации нет. Какие-то там будут выступления, что-то типа такого. Олег, ну так что давайте, пакуйте чемоданы, оформляйте визу, приезжайте в Россию. Прилетайте сюда к нам, мы вам здесь распишем, с вами сфоткаемся. Да, обязательно, стараюсь всегда приедать на ваши концерты, на ближайшие города еду. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, привет. Еще большой привет, хочу от всего форума передать. Кому? Форуму вашему, я так понимаю, да? Спасибо огромное, спасибо. Ну, ты пиши, ребята всегда там ответят тебе. Угу, приятно очень, Олег из Риги, спасибо вам большое за то, что вы такой щедрый человек, такой преданный поклонник. 3W LaFradio.ru, огромное количество вопросов в группе Тату. Юля, вот тебе персональный от Ирины, как дочка Вика поживает, сколько ей уже лет, на кого похожа? Вика похожа очень на меня, она такая же блондинка, с голубыми глазами, потому что я сама блондинка. Да, не состыковка у меня произошла, сейчас немножко. Я знаю, ты немножко в шоке. Потом она, ее уже 4 года, она уже очень большая, она уже говорит, она пошла в такую, типа, детскую школу, где всякие развивающие такие танцы, пение и все такое. Не знаю, как насчет музыки, кем она будет, но пока у нее все хорошо. Но она с боем ходит на музыкозанятия? С боем она вообще, она такая, по своему характеру, боевая. То есть это не просто там девочка-ангелочек, которая там будет сидеть, открыв рот. Нет, она, если надо, и скажет, если надо, и даст еще. Все в маму. Да, то есть это у нее такой характер, конечно, да. Поэтому пока с точки зрения того, кем она будет, конечно, сказать сложно, но, по крайней мере, то, что ей нравится музыка и танцы, это однозначно. Вопрос какой-то политизированный. Как вы относитесь к политической ситуации на Украине? Ой, вот вы знаете, честно говоря, мы в России живем, по-моему. Мы еще в России, вторая, как бы политика, как бы я особо не настолько интересуюсь, чтобы прям так вот интересоваться. Судя по всему, интересуешься бизнесом. Очередная жирная газетная утка, которую я вычитал про покупку отеля. Вранье? Конечно, вранье. Пока я еще не собираюсь заниматься отельным бизнесом, пока я еще в шоу-бизнесе. Когда я куплю отель, я обязательно, думаю, тоже об этом будут везде писать, и я приглашу туда много народа, и будет открытие нового отеля. А я-то уже понимаю, что, думаю, все точно, кризис, надо вкладывать в недвижимость срочно. Вот, она же уже купила, а я еще нет. Хоть какую-нибудь эту хатку. Вы шикарная, как вам удается так чудесно выглядеть за подписью Топалов? Не врите, Топалов не мог это написать. Топалов был вчера и сказал, что он сегодня не будет слушать. Ну, как все-таки удается шикарно выглядеть? Ну, вот просто как-то так удается, не знаю. Но вообще, я считаю, что женщина должна за собой следить. И я такой человек, что я, наверное, не могу быть серой мышкой. Я по жизни вообще яркий и достаточный человек. Люблю менять образы. Люблю офигительно выглядеть на ура. Даже просто для себя. Не для кого-то, а просто для себя. У меня такой характер. И это чудесно, я считаю. Скажите, когда планируется выход англоязычного альбома «Веселые улыбки» Женька из стулы? Пока это, пока это, ну, как бы сейчас мы в процессе, то есть мы должны еще пару треков дописать в английского альбома. В принципе, он готов. Я думаю, что у нас следующий год. Ну, то, что тоже будет 12? Конечно, да-да-да, то же самое. То есть также будет там, там будут какие-то русские треки, в этом альбоме есть какие-то английские треки. То есть формат весь как бы такой же. Отлично. Еще у меня есть вопрос по поводу фильма, который переназвали «View and Die», который сначала был в поиске к Тату. Да-да-да. На 2009 год запланирован его выход. Куда выйдет? В кинотеатры? Это будет полный блокбастер, да, по всему миру. Выходит как бы DVD и все такое, но я считаю, что стоит посмотреть. Я, конечно, не могу сама себя сидеть хвалить, да, и нашу группу, что вот мы такие там. Но фильм реально клевый. То есть он получился настолько вообще с интересной, как бы скажем так, идеей. И действительно это то, что окружает сейчас нас всех. Вот эта клубная жизнь, наркотики, любовь, девки, мажоры, мальчики. То есть вот это все. А Миша Бартон, по-моему, так и не вышла из этого. Я, честно говоря, не проверяю, вышла она или нет, но она всегда веселая. Ну, это хорошо, по молодости, а потом начинаются проблемы со здоровьем, знаешь, когда веселая всегда. А те, кто не побывал в Каннах, часто могут увидеть где-то это кино? Нет, пока это как бы нигде не идет. У нас был показ закрытый, и там были некоторые наши фанаты, мы сами их выбрали людей, которые там могут, как бы скажем, допустить просмотр этого фильма. Не опозорят. Ну, как бы нет, я тоже не опозорю, но просто интересно мнение вообще, то, что думают наши такие, как бы скажем, наш форум, наши самые близкие фанаты. Вот, но все были под впечатлением, поэтому раньше, чем весной, это кино точно не выйдет. А с чем связано такой срок длительный? Ну, во-первых, как бы это американский продакшн, да, и пока там они все это сделают, пока они все это как бы соберут, это долгое время. А показывали на русском? Да, на русском, да. А выйдет на английском? Ну, как бы он будет полный, по всему миру будет полный блокбастер. Мы его озвучили, он будет на русском, на английском. На украинском, на удмуртском. Нет, ну это мы еще как бы не дошли до этого.